Кому праздничные выходные, а для руководителя администрации рабочие дни. Позволив себе отдых на Пасху, уже на следующий день Алексей Валов вновь проверял, как движется работа на социально значимых стройках района. Понедельник был посвящен трем детским садам в Первом Советском переулке в Щелкове и двум в сельском поселении Медвежье Озерское. Смотрел внимательно, обошел все этажи, сделал выводы. А более детально положение дел обсудил через два дня в рамках строительной среды на еженедельном совещании с подрядчиками и будущими руководителями учреждений. Радует темп работ в Новом Городке. Вполне реально видится сдача учреждения к началу лета. Земля уже оплачена, но пока не заводим. Хотим с асфортированием закончить и вывести мусор. Значит, из слаботочных систем готова радиофикация, полностью пожарная сигнализация, телефония, оборудование еще не смонтировали, станцию. Остальные все сети проводят. Мы предполагаем, что Новый Городок 1 июня практически будет готов. Осталось последнее, чтобы Министерство обороны передало нам земельный участок, и мы, соответственно, после этого могли бы сформировать уже рецензию на работу здесь. Садик в деревне Медвежье озера также практически готов. Открытие очень ждут. В учреждении, рассчитанное на 240 мест, уже записано 268 детишек. Строители устраняют сделанные ранее замечания. В частности, исправили плиточное покрытие ванной бассейна – главные изюминки этого садика. Отстают отделочные работы, не хватает людей. Но ожидается перевод сюда бригады отделочников с другого объекта, чтобы детское учреждение также могло быть готово в пределах месяца. Пришлют сюда, и тогда мы закончим Медвежье озера. Тоже постараемся до 1 июня, чтобы эта работа была проведена. Сад в Первом советском переулке 24 все еще заметно отстает. Основная причина, по словам Алексея Ивалова, в неспособности подрядчика грамотно организовать работу и скомплектовать рабочую смену. Тунеядцы откровенно просто. Одна бригада меняется, вторая бригада меняется, третья бригада меняется. Вот эта неслаженность в работе и подборе кадров, она ударила по срокам. Однако и здесь забрезжили сроки сдачи. К середине июня подрядчик надеется в целом закончить работы, финансирование которых обеспечивается в полном объеме. На отделке сейчас струнется порядка 25 человек, усиливаем их в течение недели. По благоустройству деньги также оплачены, сейчас начнется завоз материала. И также усиливаем бригадой еще 6 человек. Соответственно, по благоустройству числа с 9 человек 10 работают. И на отделке также будет человек 35. Хорошо. Если на пасхально-первомайские выходные строители позволили себе несколько снизить темпы работ, кто-то уезжал домой, в Волгоград, Пензу, Воронеж, то больше этого не будет. Алексей Валов потребовал трудиться без выходных. Самый лучший праздник, который может устроить сами себе, подлечить как-то совесть. И даже 9 мая работать. Мне так стыдно было в память смотреть.